В Павлодарской области за последние пять лет из окон многоэтажек выпали 37 детей. 15 из них, к сожалению, скончались. Этих трагедий, как правило, летних из-за жары, по словам специалистов, можно было избежать. Ведь с каждым годом средств защиты от выпадения из окон становится все больше. Главное выбрать подходящий вариант. Однако многие взрослые продолжают полагаться на авось, и в итоге такая беспечность или желание сэкономить превращаются в спящую опасность. Сабина Рахимбай узнавала, как можно обезопасить своих детей эффективно и недорого. Весной и летом окна открыты практически в каждой квартире. Простое желание впустить в дом свежий воздух, к сожалению, может обернуться трагедией. Очень часто между жизнью и смертью ребенка стоит обычная пластиковая москитная сетка. Ребенок зачастую из любопытства выглядывает из окна и думает, что москитная сетка – это опора. Хочет на нее облаготиться, но она не выдерживает и проваливается вниз. Как видите, даже малейшее нажатие провоцирует падение. Нурказар Косенова – бабушка двоих внучек. Одной из них всего 4 года. Женщина беспокоится об их безопасности, поэтому совсем недавно установила защиту на окна. Я как бабушка очень переживаю за жизнь своих внуков, когда их оставляю одних. Поэтому я установила блокираторы на окна. Установила недавно. Они стоят около 3000. Поверьте, это недорого. Жизнь детей для меня дороже. Такая незамысловатая конструкция может уберечь ребенка от падения. И разновидностей защиты множество, говорят специалисты. Среди них, к примеру, ручки с ключом и механический ограничитель открывания. Однако немногие об этом знают. И как печальный итог такой беспечности и неосведомленности, только за три месяца текущего года в Полодарской области зарегистрировано уже 9 фактов падения детей из окон квартир. Двое из них погибли. Уголовным кодексом предусмотрена статья 141 ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности детей. Затем, значит, из 9 фактов, по 2 фактам у нас возбуждены уголовные дела. Ведется расследование. Профилактической работой занимаются стражи порядка и специалисты сферы образования. Они на постоянной основе выходят в рейды, в которых раздают листовки с правилами для родителей и стараются донести информацию в чатах, а также в детских садах и школах. В целом у нас около 18 тысяч детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные учреждения. Из них 61%, это свыше 10 тысяч детей, проживают в жилых домах свыше второго этажа. И, к сожалению, только в 37% случаев у нас в домах установлены именно средства защиты. То есть данное мероприятие направлено на то, чтобы, прежде всего, призвать родителей создать необходимые условия. Ведь причиной падения детей из окон является, прежде всего, вот именно, наверное, безответственное, к сожалению, отношение родителей. Как говорят специалисты, в категории риска находятся дети в возрасте до 11 лет. Особенно уязвимы в этом отношении совсем малыши. Поэтому профилактику планируют усиливать. Но не стоит забывать, что главную ответственность за жизнь ребенка прежде всего несет родитель. И только он в силах защитить свое чадо от возможной гибели. Сибин Рахимбай, Марат Игриков из Павлодара. Итоги дня.